В древней истории хоры и хор имели несколько значений. В среднем века их было еще больше. Но мы остановимся на двух значениях. То есть это история древнего мира и история средних веков. Итак, термин 177. Хор, хоры. Хор с древнегреческого переводится как толпа. То есть хор это прежде всего люди. Это те кто поет. Отсюда хоровой или певческий коллектив. То есть хор это музыкальный ансамбль, состоящий из певцов, которые называются хористы или артисты хора. Или хор это также совместно звучащие звучания человеческих голосов. Хором руководит хормейстер или дирижер. Руководителя церковного хора называют регентом. Чаще всего хор включает в себя четыре хоровые партии. Сопрано, альты, тенора и басы. Но есть и другое значение хора и хоры. А именно, с древнегреческого хора переводится как хор или палати. Это то же самое, что матроней или эмпоры. То есть верхняя открытая галерея или балкон внутри церкви. Притом это обычно на уровне второго этажа в парадном зале. То есть в данном случае хор хоры значит часть архитектурного ансамбля. То есть помещение, как правило, храмового помещения. В западноевропейских храмах на эмпорах обычно размещаются музыканты и певчи. А также орган. В православных церквах хоры имеют гораздо более широкий набор функций. На них могут располагаться как клирос, так и пределы, так и подсобные помещения. В храме хора находятся обычно с западной стороны, противоположной алтарю. Или же они опоясывают неф с южной и западной, а также и с северной сторон. Первоначально хоры предназначались, ну в раннем средневековье, в поздней античности, они предназначались для представителей княжеского рода и высших слоев общества. А далее хоры предназначались для женщин и оглашенных. В палате в древнерусских храмах не имели специального предназначения и были самодостаточным архитектурным явлением. Не следует путать хоры с хором, то есть пространством восточной части, раннехристианских и западноевропейских храмов, расположенных на уровне основного помещения. То есть вот эти два значения нами и есть и другие значения понятия хор-хоры. Следующий термин, который мы рассмотрим, это центрические постройки. До свидания. Центрические постройки будут в 178 термине. Продолжение следует...